и сегодня мы с вами будем изучать такой элемент как планш как вы уже успели заметить тех кто начал увлекаться паркуром многие трейсеры и фриранеры любят ставить фото где они делают бланш на аватар да это действительно очень красивый элемент но есть несколько аспектов его обучения и так первое у вас должна быть очень хорошая гибкая спина ну или достаточно гибкая спина что поможет вашей спине быть гибкой это мостик первое что поможет вашей спине быть гибкой это научиться хороший мостик возможно у меня даже не настолько прогибается спина на мостике как при бланше но если вы хорошо потренируете мостик вам потом будет делать ланш намного легче еще возможно возможно кто-то ходил на гимнастику акробатику или просто сам научился делать фляг ну может такое быть правильно вы умеете фляг но не умеете бланш например вот вы умеете делать уже фляг и для того чтобы сделать бланш вам по сути нужно сделать тот же самый фляг но только в воздухе только в воздухе еще один момент конечно когда вы будете учиться вам будет сразу тяжело это сделать но в последующих попытках постарайтесь уже на бланше не закидывать голову тоже так как бы это не странно звучало но вы выгибаете полностью свое тело но подбородок держите у груди и за счет этого контроль вашего сальто будет намного лучше как я уже рассказывал при заднем сальте когда вы делаете заднее сальто да держите подбородочек вот здесь тем кому повезло меньше кто не умеет ни фляг не бланш даже заднее сальто кстати можно бланш учиться если вы даже не умеете делаете хороший мостик делаете 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 пока не почувствуете что у вас будет гибкая стена гибкая спина а не гибкая стена делаете столько с твердых поверхностей ни в коем случае не делаете с гибких стен но-но-но а то будет бобо итак можно бланш разделить на 4 части первая ваша физическая подготовка то есть прыгучие накачанные ноги как я говорил при заднем сальто можете посмотреть вот в этом туториале на заднее сальто сейчас мы с вами рассмотрим второй вылет при вылете на бланш у вас я был такой же в том числе тут нечего удивляться все стараются все стараются завалить сразу сразу вот особенно если вдруг кто-то умеет фляг и будет учиться планы что будет сразу такая привычка когда вы станете на небольшую высоту завалить сразу спину начать падать и сделать это кстати хороший метод научиться да если вы чувствуете что у вас достаточный запас высоты и вы уверены что вы докрутите особенно если советую вам попробовать первый раз либо в воду либо лучше всего поролон потому что в об воду можно больно упасть это я вам по собственному опыту говорю или на песок у кого хватит смелости может сразу попробовать на песок первый раз даже можете немножко попробовать завалиться да чтобы просто понять как вас закрутят но потом уже потом или кто сможет сразу полный вымок рук вылет смотрите даже перед собой и потом уже только закидываете руки туда полностью назад то есть не так как при заднем сальто у вас нету такого вы вымахнули и поджали кстати не руки к коленям а колени к рукам еще один важный момент когда будете делать заднее сальто поджимаете не вот так сгибаете корпус это а как бы нужно вообще наоборот вы немножко горбатите спину и колени поджимаете за счет этого у вас будет выше высота и лучше грудка потому что мне некоторые спрашивают почему у меня такая медленная крутка потому что они когда вылетают они начинают тянуться к ногам а не ноги корпус за счет этого замедляется крутка и очень действительно получается сальто и уже ниже запаса высоты третий пункт полет ваш полет после того как вы вымахнули руками начинаете прогибать спину вы ее держите 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 до того момента когда вы не почувствуете что вам нужно складываться да я знаю я много раз сказал что пока вы не почувствуете а как же я почувствую если я буду делать первый раз так ну как бы акробатика паркур фриран такая вещь то да там нужно полагаться на свои ощущения и лишь когда вы только попробуете эти первые разы на ощущения вы со временем начнете чувствовать контроль без этого никак смиритесь с этим до первые разы любые элементы вам придется делать на ощущение а лишь потом уже появляется контроль и как не иначе то есть во время того как вы прогнули спину чувствуете что уже пора прослаживаться идет такая вещь в принципе есть такое понятие как в перед тянуты и план объясню что я имею ввиду перетянутый это когда вот как летите в прогибе вы таки летите до конца я сделал два раза перетянуты план ч вы не складывайтесь не накладываете многим на себя вы как летели в прогибе вы так до конца летите но и мой вам совет а вы будете учиться делать первый раз и бланч когда почувствуете что вот уже все я сейчас должен буду там приземляться или там я буду падать наложите на себя ноги то есть вы делаете бланш и в конце натягиваете на себя ноги не надо их прям так сильно съебать вы и так докрутите я уверен не переживайте я вас верю не подведите вы накладываете на себя ноги то есть вот так раз сделали бланш наложили ноги сейчас продемонстрирую видите это кстати вам добавит резкости вы когда делаете бланш я буквально совсем чуть-чуть подсёк ногами не совсем немножко то есть раз сделал и подсёк ногами на себя это вам добавит резкости и вы должны будете по-любому вкрутить и четвертое приземление когда будете приземляться старайтесь приземляться скажем с носков на пятки первые приходят носки и потом уже вся стопа то есть так с нашелочков на пятки должен быть вот такой приход либо можете себя подстраховать руками вот это будет идеальнее всего мягче всего ну в принципе это все что я хотел вам рассказать что нужно делать при изучении бланша желаю вам удачи удачных бланшей чтобы у вас получалось тренируйтесь развивайтесь следите за новостями будут новое видео обучение всем удачи и до новых встреч как вы могли уже заметить многие трейсеры и фриранеры любят ставить свой планш на заставке как вы уже успели заметить но это вырезаться как я говорил при заднем сальто можете посмотреть вот в этом туториале на заднее сальто на 4 часть и так первое второе третье и четвертое